Есть такое понятие блогерство. Я вообще не блогер и никогда не являться и не буду, но сегодня просто утречком вспомнил молодость былую и то, что у нас сегодня случилось. Ну, естественно, да. То есть на дворе 2 ноября 2022 года я был бы не противником нормального существования, нормальной жизни. Ну, маленькие варианты возникают у нас. Я чуть позже вам покажу, как вы можете, ну, в смысле тот, кто устроился, а, кстати, айтишников там быть не должно, поверьте мне, это не айтишники, которые что-то терпают. Есть другие конторы, которые зарабатывают примерно 100 миллионов на 400 тысяч населения, ну, 400-450 тысяч в месяц. Легко. Не платя за отопление. Так оно и есть. 100 тысяч с одного города за один месяц. Не плохие денежки, да, такая чё-чё-чё. Нормальные денежки. Практически вдруг откуда-то нарисовавшиеся. Ну, это отдельная тема. Люди, которые так воруют, естественно, не попадут в... Ну, Господу Богу, это уже отдельная тема. Ну, теперь о других вариантах. То бишь, вы когда последний раз кушали что-то из разряда рыбы, ну, допустим, копченой? Я не кушал. После того, как эти ценники взлетели в два, а может быть, в три раза. Потому что, ну, это стало реально пупой, как можно купить то, что раньше стоило копейки. Мне начинают задавать вопрос. А почему такие ценники внедрялись? Да я даже не противник того, что у нас немножко приподнялась цена на солярку. Но она приподнялась, может быть, на 20%. А вы с чего решили, что 20% солярки — это 200% на товаре? Я что-то, может быть, немножко туплю? Да. Другой вариант. И другие варианты тоже возникают. То же самое, что слава тебе, Господи Богу, что вы научились кушать нормальную бройлерную свининку. Она быстро готовится, красиво делается. Но единственное, что никогда не надо, там есть печень. Потому что там антибиотики, они все в печени, естественно. Потому что печень нас снабжает. Поэтому я не буду, точнее говорю вам, не повреди куриную печень. И куриные в том числе. И свиную печень лучше не брать, поверьте мне. Это все там. Все-все-все-все-все там. Ну, так-то ценники нормальные. Я даже знаю одну контору. Я надеюсь, я сделаю про нее хороший сюжет. Потому что остальные конторы опять внедрили ценники. То есть в городе что-то творится. Я понимаю, что город, по-моему, это город весьма интересный с точки зрения... Ну, цензура-то понятна. То есть все мы цензурируемые, и эти материалы не могут раздать в своем эфире. Нет, это, конечно, для Ютуба. А, да, 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 да. Он еще и цензурируемый, и коррумпированный. То есть этот город по коррупции, мама не горит. Я так думаю, что примерно на уровне Москвы-то он находится. У нас все сложно, очень сложно. Особенно сложно, когда ты заходишь и смотришь, а с чего это? Корова? Или лошадка? Таких начали денег-то стоить, а? Вы что там? У вас в каком месте и у кого переклинено? Я очень сильно, 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 очень сильно сомневаюсь, что тот, кто их производит, имеет какие-то дополнительные прибыли. Это вряд ли. Нет. Ну, может быть, в связи с тем, что тратится солярка на момент, когда корова и лошадка не могут выйти на улицу. Ну, зимой-то там что делать? Вот тогда они кушают сено. А до этого они просто вышли на своих ногах, пошли просто на улицу, пошли сеном, накушались по самые кривые помидоры и что-то не видя, откуда? А у нас, наверное, сено каких-то денег стало стоить, бред, силы-ка было. Ну, бред, ну, бред, ну, реальный бред. То есть, и все это и на пенсию, и вообще, то есть, возникает вопрос, как с ними жить. Ну, тут у нас возникает другой вопрос, беретение, вот это хрень. Видно, да? Что там написано? Тинькофф? Отличный. Вау, какая такая прелесть! Тинькофф, альфа-карта. Ну, да. Только никто же вам не говорит о том, что рано или поздно, в связи с тем, что у них очень большое и качественное обслуживание, вау, да вы самые крутые, вау. В некотором случае даже круче, чем Сбербанк, вау. Но, для чего делается, для того, чтобы вы рано или поздно залетели в кредит? То есть, вы работаете, вы откидываете деньги, берете, берете, а потом вдруг внезапно что-то захотелось серьезное, красивое. Ну, в связи с тем, что вы их берете как кэшбэк, естественно, как каждый нормальный человек понимает, что с деньгами как-то, ну, сложновато, тем более сегодня и сейчас, да? Тем более, я вам еще раз и неоднократно говорю о том, что, ну, на телевидении, вот реально вообще, то бишь, в городе Магнитогорске не просто анус, а просто ванус. Потому что для города Магнитогорска необходимо, ну, два журналиста, три крутых оператора и два видеоинженера. Этого, для этого города, во. Ну, в этом городе Магнитогорске, в городе, в котором событий-то не может быть, это вам не Москва, это вам даже не Челябинск, это простой муниципальный интересный городочек, интересный городочек, красивый, лучше с него даже ехать некуда, поверьте мне. Но событий иности здесь нету никакой, ну, нету, и все. Ну, да ладно, у нас, знаете, сколько этих товарищей? Вау! И денежки, которые они туда раскидывают, мало того, что я сейчас говорю, о чем, то есть был самый вкусный 2007-2008 год. До того, как мы какого-то ляда залезли в наш кризис, и после этого кризис, 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 кризис. И скоро будет Новый год, я всю жизнь повторяю, сейчас не буду говорить, хотя это можно было сделать, о том, что, да, это будет тяжелый год, будет тяжелее, чем тот. Ну, и счастье, наверное, он больше принесет, но в итоге кажется, что год стал еще более худший, и будет еще более худшие года. Потому что, потому что мы находимся в войне. Что касаемо этой войны, я не противник. Понимаете, в чем проблема возникает? Если ты 28 лет работаешь на телевидении, а вы не знали. Да, господа, мы, я 28 лет работаю на телевидении. Это не совсем то, куда бы я хотел становиться, тем более зная вопрос. Но про это я не буду говорить, это я уже со своим сыном буду вам рассказывать. Хотя, с другой стороны, вы залезете, посмотрите, что у нас изменилось с 1 ноября 2022 года. Я про пенсии, естественно. Вот я и сыну и говорю, что, может быть, телевидение хорошо, но есть еще другая штука. Красивая? Ну, если это красивая, то почему бы человек, подумав головой, не думает, и даже, может быть, не надо думать о тех вещах, о, это компьютерность, это что это? Я говорю, компьютеры, это вы что сейчас? Как бы вам сказать, то те компьютеры, в которые мы сейчас с вами беседуем и говорим, да, они, да, западные, мы это делать не умеем, мы не умеем делать ничего из разряда оффлайн-монтажа. Ну, может быть, сейчас что-то сделаю крутое. Просто первоначальный эффект, если что, и честно, появился как раз, ну, практически, ну, практически в 2006 году. Первые нелинейные монтажки, ох, из каких денег они стоили, вот, из той жопы, мы ее купили, естественно. Так вот, о чем мы сейчас в этом сюжете говорим? О том, что вам всем выдаются кэшбэк, а вы думаете, что это кэшбэк, а потом внезапно, когда вы что-то, ну, вы понимаете, да, случилось такое, ну, приходится, и вы берете денежки, но вам никто не говорит. Что когда вы берете денежки вот по этой говну, вы попадаете на 51%. Ну, что такое? Да что такое, да, 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 а никто вам про это не говорит. Я так же про это и не знал. Или вы думаете, что я круче всех? Ну, с чего, ну, с чего, ну, с чего я буду круче всех? Я абсолютно такой же, как и вы. Так же падаю, так же попадаю, так же делаю. Ну, но 51%. Ладно, хоть там не каких-то бывающих деньги-то вылились. То бишь, тупо я сливаю каждый день, каждый месяц, 2000 рублей, и ничего не получается. То есть процедура гашения кредита не вылетает. Это об чем мы говорим? То есть, харе, ребят, харе. Честно говоря, честно говоря, честно говоря, честно говоря, по чеснотке то. Сейчас расскажу то, что мне сказали мои московские бизнесмены. Ну, не бизнесмен, бизнесмен от лада фигня. Мне московские банкиры рассказали. Я им задал вопрос. Ну, лет, наверное, пять назад. Когда все будет хорошо и красиво. Так вот, мне московские банкиры сказали, что это будет через 33 года. Примерно. Сейчас расскажу почему. То есть я уже сейчас сталкиваюсь с тем, что к директорству. К директорству вообще, к любому. То бишь, мы вернемся из момента 2008 года. Тогда, в этот момент 2008 года, было 2,5 тысячи индивидуальных предпринимателей города Магнитогорска. И эти индивидуальные предприниматели стояли в очередь ко мне. Поэтому все было реально красиво. Сегодня и сейчас количество этих индивидуальных предпринимателей снизилось примерно до 500, может быть, меньше, предприятий. То бишь, грубо говоря, в 5 раз количество ИПшников упало вниз. Теперь мы говорим про наш любимый город. В этом любимом городе человек дал вам возможность воровать до момента того, как вы уйдете на пенсию. И вы знаете, есть люди, которые очень хорошо воровались. Ну, просто реально красиво и ровно. И им ничего не нужно. Им не нужна реклама. И таких достаточно много. То есть, давайте выберем из 500 ИПшников, ну, там, ООШков, которые они сделали. 400. Это из тех, у кого с деньгами все хорошо. То есть, остается всего 100 ИПшников. Примерно. Как их распинать? Ну, никак. Ну, никак. Вот и все. Вот к чему мы пришли. И к тому, что там уже те люди, которые уже хорошо своровали. То есть, вы понимаете, должны единственное правило. Как только вы начали воровать, в любом случае это будет суд. И это ваша жизнь. Ваша личная жизнь. Которую вы сами распорядились. А когда будет суд, вам скажут. Ага, откуда вы все это дело взяли то? А вы все это дело своровали. И куда вам дорога? Ну, вы пока в Бога не верите. Вы живите этой жизнью. Я каждый день верю в Бога нашего, потому что Он дает мне возможность жить. Без него, мое существование, ну, уже бы ушло. Потому что с Гриобластомой столько времени-то и не живут. А, кстати, про Гриобластома. Действительность. Не так давно. Ну, я тут начинаю помогать одному клиенту. Мы начинаем раскручивать его предприятие. Я являюсь... Я многими вещами являюсь. Да-да-да-да. Не буду сейчас все рассказывать, но и диджеем тоже. Нормальным диджеем. Грамотным, естественно. И вот в итоге, ну, в конце концов, когда они уже ушатались, они вспомнили, что кто я такой, да-да-да-да. Сложно сказать, что есть люди, которые не знают, кто я такой в городе Магитогорске. Ну, объясняю. А, мы вышли, все, и начинается у нас дивная беседа. Оказывается, этот человек... А, он чем занимается? Он какой-то коммерческой агентством... Нет, не коммерческой агентством. Это называется агентство путешествий. Может быть, Ковчег. Ну, не помню. Ну, одно из. Он говорит, я тебя не смотрю. Я говорю, отличный вариант. Кстати, зря ты меня не смотришь. Очень зря, кстати. Потому что я работаю для людей. А они работают для тех, кто своровал. Ну, то есть, понятно, да, что те, кто своровал, рано или поздно несколько раз ездят за рубеж. Это нормальное явление. Это нормальное явление. Они уже имеют на это дело право. А те, кто не своровал, они тоже могут съездить за рубеж для того, чтобы... Ну, мне почему нравится, когда я езжу за рубеж, я там не слышу слово «кризис». Ну, никакого слова «кризис» я там не слышу. Вообще, в крови своей. И вот он на меня начинает наезжать. Я говорю, слышь, что? Ну, я не буду ничего говорить, да? Я буду говорить о том, что я вижу и как я живу. Потому что у меня глиобластома. Глиобластома была у Жанны Фриске, у Михаила Задорного, у Алексея Хворостовского. И была глиобластома, вы это не помните, но это было достаточно давно. Человек под названием из топовой группы, которая всем нравится. Малинки, малинки, сережки и блондинки, брюнетки и картинки. Все тихо и смешно, понимаете. Да откуда? У него тоже был рак мозга. Такая же глиобластома. Он прожил год и три месяца, как и все остальные. А я живу немножко дольше. И я ему просто по-человечески объяснил, говорю, что самый простой вариант и качественное лечение это там, где коммунизм. Ну, да что, нет у него. Ну, пускай он лечит там, где он лечит. Давайте так, я не буду никого говорить и не буду объяснять саму ситуацию. Не буду говорить, что кто ты баран. Но когда меня называют бараном, А я могу сразу в рыло закатить. Да-да-да, я это делать умею. Вы знаете, меня били. Били неоднократно. Вот это, вот это здесь, да, видите? Били, но не ушибали. То бишь, единственный раз я просто обблевался, когда меня бил настоящий чемпион России. Я просто обблевался, сказал, все, я больше с тобой, ну, все. На этом деле мы закончили. Меня не ушивали, нет, нет, нет. То бишь, ну, давайте попробуем еще лишний раз. Ну, были товарищи, которые хотели меня побить. Я говорю, так, приходите. Особенности приходить сегодня и сейчас. Потому что у меня там стволы есть дома. То есть любой наезд, и я думаю, что вы не будете об этом говорить ничего нормального, красивого и ровного. А скорее всего побежите и очень быстро будете убегать. Потому что я еще редкий стрелок. Не знали. Ну, вот я вам что-то такое рассказываю. То, что было в Советском Союзе. То. Так что, ребятки, подумав, осмыслив, и придя к выводу, забудьте про вот эти штуки, про которые я сегодня вам начал говорить. Про кэшбэки. Не надо это делать. Забудьте про это дело. Не берите эти карты. Потому что вам никто не в эфире. То есть, есть еще такие остальные карты из той же Плюсов, Комбанк. Я не знаю как. Ну, может быть. Которые постоянно в эфире. Открытие. Которые тоже постоянно в эфире. Они более чем постоянно в эфире, чем Сбербанк. Но Сбербанку это как бы не сильно сложно. Это как бы там у меня в проблемке. А Тинькофф решил свалить с Россией. Я понимаю, что он все это дело продал. Он хотел продать дороже. Ему сказали за сколько. И вы знаете, чем мне нравится Россия, чем мне нравится единственный наш специалист, который по сути дела должен был бы быть лучшим специалистом по сути событий. То есть, что такое мы? Мы с вами едим мясо. Которое вдруг внезапно выросло. Вопрос кому? Вопрос, естественно, к дяде Володе. Путину. Я его знаю очень-очень давно. Потому что я был личным оператором у Виктора Филиппа Чарашникова. Естественно, как человек это просто-просто-просто реальный, хороший. Ну, вот такой он. Ну, реально он. Он очень хороший. Может быть, я не знаю, о чем идет речь. Но сегодня, сейчас ненавижу эти холода. Видите, как голос просел, да, Вик? То есть, в этом году меня наши товарищи дотянули до того момента, что мне пришлось лезть в больницу с пневмонией. Это о чем мы сейчас будем говорить? А потому что у нас дома дубаки. Про это следующий сюжет. Так вот, когда мы говорим про дядю Володю, потому что это мой дядя. Так же, дядя Витя. Потому что, ну, как бы, это кто у нас для меня еще? То есть, они старше меня, ну, грубо говоря, там, 21 год. Там, не сильно будешь то. Ну, это мои дяди, естественно. Я люблю их, естественно. И, естественно, вопрос. Ну, может быть. Но вопрос интересный. Я все прекрасно понимаю. Но пенсия России, как и зарплаты России, они, как бы, ну, не сильно такие крутые-то, мягко так я вам еще раз скажу. И когда вы приподнимаете пенсию России на тысячу рублей, ну, или там, примерно, сколько, я не знаю, естественно. Ну, вы хотя бы посмотрите о основных продуктах питания. Я все прекрасно понимаю. Но если основные продукты питания выросли в два-три раза, то надо вызвать директоров, поставить их в позу. Ну, знаете, такая поза есть. Как бы, так сказать. Будем говорить, что это рак. И потихонечку и тупо, и не спеша сделать им предложение эротическое. Такое серьезное, эротическое предложение. чтобы этим серьезным эротическим предложением они поняли, что нехрен воровать со своего государства. А вы воруете. Ну, я же сказал, не я вам буду судом. Я вообще не буду судить. Кто я такой? Обыкновенное чмо. Такое же, как все вы. А вы забыли, что ли? Так почитайте внимательно. Кем и чем мы являемся. Но стараясь жить нормально, стараясь объяснять, стараясь думать не за себя, а за страну, вот это. Причем страна? За жителей, за обыкновенных жителей. Вот тогда вы, наверное, будете ближе к Богу. А в этом будет другая тема. И наверняка будет суд. А он, естественно, будет. Но только я оттуда ничего вам сделать не смогу. Потому что смерть для меня это обыкновенный переход. Вы готовы? Нет, а я готов.